Привет! Как дела? В этом году королеве исполнилось 95 лет и мы все очень сильно надеемся на то, что в следующем году она отметит свой 70-летний благодатный юбилей правления на троне. Ну а сегодня я расскажу о том, как в Лондоне в 2012 году проходил ее Diamond Jubilee, то есть бриллиантовый юбилей 60-летнего правления Великобритании. Напомню, что король Георг VI, отец Елизаветы, умер 6 февраля 1952 года. Елизавета, находившаяся в то время на отдыхе с мужем принцем Филиппом в Кении, была провозглашена королевой Великобритании. 8 февраля 1952 года, сопровождаемая своим супругом, она приняла присягу тайного совета и подписала клятву престола наследия. Час спустя Геральт Мейстер официально объявил о ее вступлении на престол с балкона Сан-Джеймского дворца с последними его словами «Боже, храни королеву». В тот момент все флаги Лондона, приспущенные после смерти короля, одновременно поднялись вверх в честь новой королевы Великобритании. Церемония коронации Елизаветы II произошла годом позже 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве. Это была первая коронация монарха, транслировавшаяся по телевидению. В прямом эфире ее смотрели 27 миллионов человек. Ну а в 2012-м, полном на события и мероприятия году, в которой произошла и Олимпиада, и Королевский юбилей, и многие другие события, весь Лондон гудел и был в восторге от шикарных мероприятий, которые тогда проходили. Так как коронация Елизаветы произошла 2 июня, празднества бриллиантового юбилея были запланированы на начало июня. Конечно же, весь город был украшен различными флагами. По Оксфорд-стрит висело огромное количество больших полотнищ британского флага. Также во всех витринах магазинов были вывешены постеры королевы. На отеле Ритц было написано «Congratulations, your majesty», то есть «Поздравляем ваше величество». На вокзале Виктории я увидела надпись на полу. На фоне британского флага было написано «Queen Elizabeth 1952-2012 год». То есть какие-то такие значимые моменты в универмаге Харракс, например, в витринах, была выставлена целая коллекция королевских корон, которые я все пофотографировала и даже попыталась пристроить себя под эту корону. Мы с друзьями ходили, и они меня попробовали сфотографировать с короной на голове. А в универмаге «Fortum & Manson» была выставлена огромная сувенирная коллекция различных кружечек, тарелочек, а также я увидела разнообразие королевских тортов с короной, с британским флагом, с какими-то цветами. Все это попыталась сфотографировать, к сожалению, видео я тогда не снимала. Ну а по всей Великобритании и в каждом районе Лондона проходили стрит-паттис, то есть уличные вечеринки, где монтировался такой огромный стол, люди приносили стульчики, и все вместе праздновали королевский юбилей. На такой стрит-патти я, конечно, не побывала, потому что в этот момент снимала саму королеву и королевскую семью на значимых событиях, но видела, как люди готовились праздновать бриллиантовый юбилей королевы. И уже 3-го числа по Темзи прошел парад кораблей, как каких-то просто байдарок, каноэ и спортивных лодок, так и даже корабль с колоколом, ну и, естественно, королевская баржа, которая была украшена огромным количеством цветов, и вся королевская семья королевов в белом, как невеста, ее муж принц Филипп, принц Чарльз с Камиллой, принц Уильям и его жена Кейт Миттлтон, а также принц Гарри, все приветствовали своих подданных, махая руками на обе стороны реки. Помню, в тот день было пасмурно и даже дождливо, я пришла намного заранее, часов за 5-6, по-моему, в 8 утра появилась, в то время, как сама процессия проходила в районе 2 часов, по-моему, я уже, если честно, не помню, но я помню, пришла занять себе место в первом ряду, чтобы никто его больше не занял. Ну и так как я была приглашена моей знакомой в Национальный театр на королевскую тусовку, ну, точнее, на какой-то пикник в честь королевского юбилея, я тогда рядом с театром и забила себе место, потом пришли два моих друга из английской школы, один палестинец, другой итальянец, и мы вот так вот все вместе втроем собирались смотреть вот этот вот парад. Но так как стоять и держать свое место пришлось очень долго, я периодически бегала в театр, брала какую-то еду, напитки и снова спускалась вниз, чтобы мое место не заняли, ребята там для меня его держали с войной, потому что все пытались занять мое место, но я туда никого не пустила. И вот так вот мы все вместе втроем, я и ребят угостила тем, что у меня было с собой, и попить дала, и втроем мы вот так вот вместе с пледом на плечах, потому что уже замерзли, плед у меня тогда был куплен в примарке в виде английского флага, Jack Union это называется, встречали королеву. Как раз когда она проплывала мимо нас, на национальном театре что-то светилась, какая-то надпись, наверное, что-то типа «Поздравляем Ваше Величество». Не знаю, я не видела, там еще деревьев очень много, и они вот так пытались рассмотреть, что же там написано. Вся семья так стояла, и я в этот момент засняла. К сожалению, на тот момент качество фотоаппарата было не такое, как у меня сейчас. Естественно, все кадры еще не в таком хорошем формате. Но, тем не менее, видно, что это были именно они. Кейт там такая вся красивая в красном платье, принц Филипп стоит, новоявленный адмирал военно-морского флота, она же ему в ноябре предыдущего года дала это звание в честь его 90-летия. Ну и многие-многие различные лодки проплывали в тот момент, люди наряжались и в цвета британского флага, и в различные морские костюмы. Вот что было, вам показываем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 значимого для Лондона события Олимпиады 2012 года. Ну а пока ждем, когда королева Елизавета станет новым монархом-рекордсменом. Будем надеяться, что она доживет до этого момента и будет еще править на британском престоле и побьет рекорд тайландского короля, которого звали Кумипон Адулиадет. Он правил 70 лет в качестве монарха и вот в 2016 году умер. А мы ждем июнь 2022 года, когда королева будет отмечать свой 70-летний юбилей правления на британском троне. Ну, судя по всему, это будет благодатный юбилей, так как предыдущий был бриллиантовый, 60 лет. Видимо, название идет от свадебных юбилеев. Бриллиантовая свадьба это 60 лет, 70 лет вместе это уже благодатный юбилей, поэтому королева будет отмечать благодатный юбилей. Ну, может быть, как-то по-другому назовут. Поживем, посмотрим. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!